Собирает овес, а овес не вызрел нынче, не вызрел. Говорят, что дождя не было. Вначале много было дождя, а потом совсем махонький. Он его собирает, но неизвестно, кому он будет нужен, как нужен. Какой все-таки уязвимый труженик сельского хозяйства, когда он работает на поле. Сколько вложили горючего всего здесь. Это деревня вон, около деревни, наша деревня. Это в деревне большие тетополя, а рядом этот околочек. Ну, убирать надо. А там дальше у него гречишное поле. Посмотри, сколько тругов. Вот, захватив все. Мы находимся как раз напротив большого болотца. Тут болотцы солончатые. Болото, болото, вот это самое большое. Вот оно где. У меня тут особое воспоминание. Иногда тут останавливались на время. После с детским лагерем приходил, играли. Когда сухо, там прятаться легко, забежал. Найди, попробуй. Ну, прятки играли. Мы тут рыли колодчики. Я помню, косил нас на косилке здесь. Мне понравилась. Трава хорошая. Ну, думаю, я скажу. Ну, видать, очень трудно было косилке. И там что-то у нее сломалось. Я один был. Не знаю, учился в школе или нет. Я испугался сильно. Как отремонтировать. Дали. Это две лошади или три даже лошади. Три, наверное, лошади запряженные. И она что-то треснула. И дальше забилась и не работает. Ну, я приехал, когда туда и как-то связано-то... Вот сейчас Алексей Семенович приезжает. А отец его, Семен Михайлович Хисков. Я подъехал, он кузнец, и говорю, такое сломалось. Да ничего, это бывает. Он так успокоил меня. Я считал, что я виновен. А виновен я не наехал ни на что. Просто там более густая была трава. Мы боялись всего. Вот эта вот трава дальше потом показать надо будет. Резучка. Резучка означает, когда бежишь босиком, она ногу режет. Ну, ногу режет. И так и говорили. О, эта резучка, эта трава особая. А особая чем она особая? То, что ее, говорит, немцы насеяли. Чтобы им пасти скот не могли. То есть на немца все валили. А у нас были немцы. И мы, ребятишки, это пропаганда. Так думали. Вот немцы надо же. Когда они ее насеяли? А что она из Пакангека растет? Дикая. Никто тут не пахал, не сел. От нас это мимо идет. Ребенка. Долды, и он будет манкуртом. Потом мы это все увидели. Какие немцы хорошие. Он был Яков Севастьянович Эрлих. Он был пасечник. Скотину колол Маркетан. Маркетан. Везде там подкастрировать его звали. И главный садовник. Привозили яблоки большие, прививку делать. То есть очень талантливый был. У него Эвальд, Артур. Дети были. Эльвира. Вот с Артуром мы учились вместе. Очень хороший парень. Уехал в Германию там. Это жавороны. Вот он, жаворонщик летит. И его не увидишь. Не поет, ничего нет. Может быть это уже новые выводы. Вот зеленая растет. Это солодка. Корень солодки. Просто так человек проедет, ничего нет. А у нас особая память. И вот я хотел здесь вспомнить. Вот эта вот дорога была основная. Она прямая дорога. Сейчас вот в Корчену ехать. Нужно объехать в другую сторону. Объезжать вон те околки. Поднимать все. Вон там видно столбы идут. Там. И там она идет в Корчену уже. Намного удлиняется. Или в Корчену. Там еще у нас второй мостик. Через второй мостик. Вот это тоже петля. Как бы угол такой срезать. А вот эта дорога была. По ней мы бегали в школу. И помню как-то. И ну бежишь. Они знали. Ну напиться-то охота. А нету. Ну снег хватаешь. На лыжах идешь. Зимой. И говорят. В деревню у них тут приехали двое. Муж с женой. И ребенка грудного везли. Еще тут была какая-то бабка ведьма зашла. И что-то там сказала. И ребенок у них прям тут же свернулся. И все умер. И они везли его зажатого. Ну мы-то не знали. И когда мне сказали. Что по этой дороге их повезли. Или они на своей лошади ехали. И у них ребенок был мертвый. Я не стал есть снег. Вот такой морговитый был. Морговитый то есть брезгливый. А при чем тут? Они на руках держат. Ребенок не касался. От воздуха до снега. А вот это. Заложено такое уже. Ага. Тут мертвый был. Значит есть нельзя. Помню. Тут были. Поднимали целинники. И одна женщина была. Такая приятная наружность. И что-то. И она за чем-то была здесь. Или она уже поселилась здесь. И ей надо было в Корщину. Она везли уже на тракторных санях. Но она не хотела среди этого голдежата. И слезла и шла сзади. Сзади шла. И шла быстро. Не отставала. И нехорошие стали говорить. Это. Я все это слышал. Я мог бы сказать. Кажется. Пакости говорят-то. Школьники-то. А я промолчал. А может и сам так же подумал. Сейчас уже даже не знаю. А она ни в чем не виновата. Вот если бы она была живая. Ну ясно дело, что ей бы уже 80 с лишним лет было. Сейчас. Она-то видела, какой народ отсталый. Притом без причины. Совершенно никакой причины не было. Никакой. А вот такое неприятие. Что-то с ними случилась драка. Там у моста пришли. Говорят, дрались с ними. С этими сселенниками-то. И там молодой юноша. Может быть лет 16-17 было. Его убили. Палкой. Там Шишенина. Кого-то еще арестовали. Брали. А мы учились в Корчино. И все это слышали. Какие воспоминания-то все. Все связано с чем-то. Здесь где-то везли они до призывников. Я один. А навстречу трактор поднял этот ковш-то свой. У него грузить. Вот как кун сегодня есть. И шофер-то влетел туда и ударил. И парню по голове сразу убило его. Призывника. Вот все как-то связано со смертью. С повреждениями. И только когда были одни пасли. Когда не было никого. Вот это воспоминания самые светлые, добрые. Вот здесь вот были бахчи. Бахчи, ну это арбузы, дыни. Дыни я не помню. А арбузы были большие, хорошие. И сторож был. Ну а мы-то пасем здесь. А у него какое поле-то до околка. Он до того идти. Что он там знает. А шалашик там у него стоял. Шалаш сделанный на поле. А мы здесь пасем. Ну вот здесь вот уже. Чтобы он откуда там увидится. Сразу ложишься, арбуз берешь на голову и катаешь. Если он хрустит, это означает спелый. Хруст издается, как снег. Наст снежный, твердый. Мы его оторвем и катим. Катим, а здесь уже мы сколько-то. Но мы думаем, что этот сторож, который дежурит здесь, он все равно будет нас подозревать. Пасут рядом, и чтобы не взяли, да быть того не может. Поэтому мы, когда прогоняем мимо, мы официально приходим и обращаемся. Дядя Яша, арбузика охота. Ну, дети, сорвите один. Только другие не повредите. А мы их уже накатали штук десять здесь. Вот один возьмем, показываем, что мы радуемся. А что радоваться-то? Мы уж наелись его. А вон тот берег, вон где лесополосы, лесополос этих не было. Там рос мак. Весь холм, он там сколько кверху и до лога, все красным красно, как огонь горит. Мак. А когда поспеет, мы с собой брали сумочки из дому-то. Мы официально, кто там тебя увидит-то? Подойдешь, нарвешь полную сумочку и целый день жуешь его. Зубы-то были. Все хорошо, но только в животе что-то он спрессовывается. Если больше ты ничего не ел, то очень трудно было на двор ходить. Вот это я запомнил, мак. А сегодня мак оказалось, старик там где-то и то допрашивается, почему мак не убрал. Он декоративный, даже не наркотический. Слово наркотики никто не знал. Конопля у нас в облагороде. Участок мать съела коноплю. Ее надо было полоть. Пустотел называется поскань. Поскань. Ну там, в ней ничего нет. Я надо было отдельно вырывать. Потом узнали, как они потные, ходят и бьются. И пыльца на них прилипает. И они снимают. Ну я не видел, но слышал дело. Вот у нас ничего этого не было. И вот мы сейчас на таком месте находимся, где у нас было стоило. Стоило это днем, где отдыхали коровы. Вот. И когда здесь не было пащей, ничего не засеяно было. Пустошь, одна полынь. Пустошь, но почему-то боделья друг от друга далеко росли. И там было много сусликов. А поставишь, а где найти капкан? Поэтому я ставил длинные палочки. И вверху красный флажок. Как найти? На лошади были. Это пустошь когда была. А вот до сих пор это пастбище было. И вот с той стороны мы сейчас подойдем. Тут яма как бы, щежинка такая, вода была. Напоили, коровы ложатся, а я сусликов бегу ловить. А отец ляжет отдыхать. Балаган. Балаган из пластов земли, сложенные. Ну примерно такой вот высоты, сантиметром 80-70. И покрытие от солнца, отец туда залазит. А потом мы еще паутов отгоняем, сами купаемся здесь. А другое стоило было там, где лок, вон видно, отрожки идут. Но там рыба, гальян был. Амутки были, амутки по грудь человеку. Из камыша делали разное все. И вот здесь как раз я помню окончание войны. Радостное было. Я не знал, что война кончилась. Но теперь совмещаю события, и я понял, как раз это время было. Это 45-й. Отцу 35 лет. Ну матери там 32. Вот в 45-м уже трое ребятишек у нас было. Семеро потом родятся. И вот они сено таскают, копны. А я на копну заскочу, перевернусь. Облака кучевые. И вот такое впечатление, смерти нет. Вот так всегда и будет. И поэтому, когда бывают что-то трудности такие, я прихожу на то место, сяду там и посижу, посмотрю, вспомню. Это воспоминание, как называют малой родины. Что вот это дает чувство внутреннее сочувствие. Называют ностальгия. Но это в добром смысле ностальгия. Желание вернуться на родину. Вот приезжали, когда коммунисты. Ну ладно, лагерь-то. А почему именно здесь? Я говорю, тут родина. Ну ваша родина. А детям-то? Ну сейчас детей местные уже народились. Ну и приехали люди. А куда? Куда бы я ни приехал, вы также вопрос зададите. А тут дома. По Теряевске где разъехались. Там наши люди в Корчиной. Семен... Не Семен. Алексей Семенович забился. Он был главный агроном. Он мой крестник. Что нам выделили 3 гектара. 3 гектара земли под лагерь. Под лагерь. Это где-то 80-е годы или 70-е. Надо посмотреть документ. Придем. Не забудь напомнить. В рамки, которые были. Вытащить и сфотографировать. Пойдем. Ветер дует. Плохо будет слышно. Надо, чтобы ты под ветер стадал. Продолжение следует...